так добрый день продолжаем рассматривать программу Danfoss ISO и начинаем конкретно проектировать систему отопления с чего начинаем как я уже говорил в предыдущих видео начинаем с меню данные а именно общем можно воспользоваться данными либо это все отображается на панели отображается следующее окошко в котором есть закладки и первая закладка данные заполнение здесь не обязательно в вашем случае для курсовой работы потребуется название вашего проекта дальше город у меня соответствует предыдущей программе так ну и проектировщик так следующий пункт это варианты расчета здесь три варианта проектирования нового оборудования регулированного существующего оборудования и проектированного регулирования я рекомендую третье следующая зона климатическую высоту установить температуру хотя это не обязательно если вы не проектируете систему напольного оборудования это порядка не поставим так теперь здесь параметр холодного ситета сейчас холодный ситет а при определенных температурах превращается параметры теплости и так если это у вас теплоснабжение осуществляется местное от котла сюда ставите параметры котла то есть температура в подающей магистрали температура в обратной магистрали если у вас централизованное теплоснабжение то есть это температура которая пришла у вас из тепловых сетей в подающей магистрали у нас ну как вариант будет 115 115 градусов так следующем ставим разность температур в подающей и обратной магистрали то есть в обратной магистрали 70 подающей 115 получается 45 так теперь теплоноситель здесь можно выбрать несколько теплоносителей ну а в основном второй и третий используются в местных системах снабжения при местном котле то есть у нас будет вода в большинстве случаев используется вода так если это у вас котел здесь нужно задать потери давления в котле либо в источнике припас ввиду того что у нас котла нет то же самое по объему микрофл сколько у вас заполняется объем вашего котла по паспортным данным можно поставить так ну и следующий момент располагаемое давление выдает котел ну либо по техническим условиям плавы сетей в курсовой работе пока предварительно то есть можно поставить и проектируется обычно то что в потере давления составляет 7-5 метров ниже 50 паскаля или 50 тысяч паскаля теперь по поводу изоляции трубопроводов то есть здесь можно по умолчанию сразу поставить изоляцию на сколько процентов заизолированного трубопровода то есть хорошая изоляция если потеря составляет не больше 8 процентов то есть 92 можно оставить и 80 то есть как говорится на не очень хороших монтажных с запасом ставим 80 процентов ну и либо можете изменить 90 поставить так следующее действие вам нужно определиться с трубопроводом то есть если это у вас местное теплозначение может быть и один трубопровод от котла если у вас централизованный для того что температура высокая то есть нужно применять металлические трубопроводы а внутри уже системы отопления можно поменять вид трубопроводов выполнен из различного пластика ну и первым а лучше выбрать тот трубопровод который используется в системе отопления так здесь можно выбрать производителя нужно выбрать тип и стал же полимерным поставить трубопроводом все он полимерным выведет мы будем от определенного производителя ну и выберем трубопровод внимательно смотрите чтобы у вас труба подходила к вашей системе вот например труба для подлева теплых полов для конкургера чем она отличается малым типоразмером от 10 до 32 а вот от 16 до 63 то есть в основных системах лучше использовать большим типоразмером чтобы у вас система подбирала в соответствии с потерям давления на метр длины и не превышала определенных давлений чтобы не ставить насос высокой мощности так мы ускроем выбрали нажимаем выбирать и появляется выбранный тип с основными типоразмерами и характеристиками в строке А так ну и следующее нам труба понадобится это стальная труба и возьмем ГОСТ 704 то есть типоразмера от 10 до 400 у нас устраивает данный вариант так следующая закладка квартирной станции вы использовать не будете может быть в дальнейшем видео я расскажу как это делается переходим к следующей закладке здесь можно создать все по умолчанию то есть все проходит вот например по передавлению трубопровода в паскалях на метр длины например для остальных должно быть от 80 до 150 паскалей на метр для полипропиленовых соответственно от 150 до 250 паскал ну вот среднее значение поставим все остальное то есть доля гидравоакционного давления на 75 для поступления 90 и так далее теперь вступаем к хрустым ячейкам минимальное падение давления на метр на метр на метр на метр поиск а производитель там не выводит чтобы это значение было в пределах 8000 паскалей да запорный измерительный производитель рекомендует 3000 ну и регулятор предпада давления 10 тысяч. Так, все, здесь мы установили, здесь можно добавить некоторые галочки, но оставим без изменений. Так, ну и последняя закладка тоже вам не понадобится для однотрубных систем, тоже в дальнейшем возможно будет показано в других видео курсовой работе. Пока останемся на двух этих закладках. То есть вот что вам потребуется для расчета вашей системы единого отопления. Так, нажимаем ОК. Если нет никакой ошибки, то есть она сказала, что вы что-то не заполнили, значит все данные вам достаточны для расчетов, которые мы ввели в это окошко общие данные. Так, спасибо за внимание, то в дальнейших видео. Удачи и до свидания.